Всем привет! С вами Мерлин и канал Ашлав Трухич. Как я вам уже говорил, что мы будем теперь снимать отдых, туризм и пневматику. И сегодня на обзоре у нас пневматический пистолет МР-654К-28 от Ижевского механического завода. Видим вот такую коробку, как собственно и на всех пистолетах МР-654К. Байкал. Открываем коробку и видим пистолет Макарова. Комплект поставки включает сам пистолет, магазин, небольшой набор прокладок, паспорт, гарантийник и чек. Также небольшой винт под подкрутку баллонов, клапана и все прочее. Смена рукоятки. Рассмотрим сейчас пистолет. Имеем на пистолете жесткий предохранитель. Но я его уже разработал. Имеем не фигурный скопу, туго снимающийся вниз. Разборка пистолета очень простая. Сначала стягиваем магазин, снимаем с предохранителя, отводим вниз скопу. И снимаем затвор с возврата кружины. Имеем нарезной ствол, который на 4,5 мм. Стреляет он также шарами 4,5 мм, стальными амидинянами. Использую шары выстрел. Они самые лучшие, без дефектов всяких. И такие самые яркие, когда стреляешь, их видно. Скорость вылета шара составляет примерно 110-115 мм в секунду. Соберем пистолет. Что мы еще в нем имеем? Имеем. Стрельба производится самым взводом. Очень легко предугадать, когда будет выстрел. Примерно вот в таком положении будет выстрел. Предварительный взвод курка вручную. И взвод курка с помощью затвора. Затвор подклинивает вот на этом месте. Дальше небольшой трубочек, и он до конца уходит. Имеем 13 нарезов с обоих сторон. Окно выбрасывателя. Неполное, без выбрасывателя. Борода скошена. Обработка крышки ствольной коробки по другому с затвора воронение. Справа все обработано на пескоструе. Здесь имеем небольшие такие выпукусти, которые позволяют более хорошо удерживать пистолет. Имеем номер. Т14, это 2014 год. 09, 9 месяц. 28, сама модель. И 9, его непосредственно номер. Затворная задержка, она здесь гнутая. Как ставить пистолет на затворную задержку? Она здесь полностью функциональная, но пистолет был без буллбека. Ставится на затворную задержку. Снимается очень легко. Также можно снять затворную задержку и так. И, собственно, как на боевом и строительной карве, с помощью сблигания магазина. Имеем нерегулируемую мушку, регулируемый целик. Есть антиблик. Антиблик состоит из четырех полосок. Очень хорошо снимает блик. Также очень удобно с него целиться. Мушка правильная, мягенькая. Тонкая, как бы видно ее очень хорошо. Ствол на конце здесь диаметра 9 миллиметров. Специально сделан под боевой. Внутри там дальше видно где-то сантиметр в глубину 4,5 миллиметра. Пусковой крючок обработан из кастрюем, но он такой более... Он такой более гладкий. Рукоятка пластиковая, со звездой. Больше всего нравится в ней то, что она такая, как бы... С ней... Ну, ее легко держать. Но минус в том, что она трескается, лопается часто. Но я таких случаев еще не слышал. Магазин отстегивает с помощью вот этой вот застежки. Отодвигаемся, вытаскиваем. Также я сменивал здесь скрытный поджимной винт, но на нескрытный. Откручиваю я его шестигранником. Составляю шестигранник. И откручиваю, закручиваю. Принцип работы. Баллон CL2. Использую баллоны BORNER. Они самые-таки нормальные. Емкость магазина составляет 13 шаров. Который... Второй магазин. Он полностью вороненый. Это старый формат. Имеем вот такой вот нарезик, чтобы в гайку ствола вставлять. Вставлялся он. И мы... Ну, и как бы он прижимался хорошо, баллон не так сильно травил. Постреляем теперь. Стреляет. Он вот так. Также. С предварительным взводом к рука. Ну, собственно, так он и стреляет. Не советую стрелять быстро. То бишь, вот так. Почему именно не советую? Потому что, если так стрелять, быстро горят прокладки в магазине. Так как они сильно охлаждаются. И, естественно, от холода они быстрее рвутся. И приходит в негодность. Поэтому. Не советую. Ещё закручивать сильно баллон. Вот как чувствуете, что газ перестал травить. То есть до упора. Всё. Дальше лучше не поджимать. Всё. Выправляем. Стреляем. То есть не надо ничего не передёргать. Ничего. То есть сейчас только ввести курок. И сейчас так мягче стрелять. Как бы всё хорошо. Ну всё. Всем спасибо за внимание. Пока.